Добрый вечер! В эфире 12 канала. Итоговый выпуск. Часа новостей в студии Регина Абузарова. И вот главные темы дня. В качестве последнего аргумента нажал на крок ружья. Вас испугал этот человек, да? В центре Омска двое мужчин не поделили парковку. Онкология больше не приговор. У него грузоподъемность стола 227 килограммов и апертура гентри больше, чем у обычного аппарата. Новые аппараты и современная методика стали доступны Амичам. В чем их преимущество? Создал невыносимые условия для жизни подопечных ради лайков и просмотров. Я так поняла, что он ютубер какой-то. У него были планы, я создаю вселенную комошек. Горе-блогер бросил три десятка породистых кошек в грязном подвале. Язык, который понятен в любой стране мира. Иностранные исполнители покоряют сердца Амичей. Еще одна световая инсталляция появится в центре города. А Амичам показали, как подсветит Ленинградский мост после его сдачи. Перестрелка в центре Омска. Полицейские задержали мужчину, который ранил водителя на стоянке. ЧП произошло сегодня утром на улице Пушкина. Предварительно установлено, что скандал разгорелся из-за парковочного места. Доказывая свою точку зрения, водитель иномарки решил использовать весомый аргумент ружьем. И выстрелил в оппонента. После этого сбежал с места преступления. Но долго скрываться ему не удалось. Полицейские оперативно задержали 25-летнего стрелка. А также изъяли охотничье ружье 12-го калибра и около 40 патронов. Пострадавшего госпитализировали. Пуля попала ему в ногу. Вас испугал этот человек, да? Да, да. А чем испугал? Что он выше вас, больше вас, сильнее вас? Откуда я знаю? Может быть, у него нож в куртке? Я-то откуда могу знать наперед? Зачем это допускать до этого? Ну, вы только подумали об этом. Такой реальной этой угрозы не было. Вы знаете, если бы она случилась, уже поздно было бы думать. Отмечу, что стрелок ранее был судим. В этот раз заведено дело по статье «Умышленное причитнение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». А мечу может грозить до 10 лет с тюрьмы. К другим темам. На ремонт омских школ направят 700 миллионов рублей дополнительно. Решение приняли на заседании областного правительства. На эти средства в рамках нацпроекта образования инициированным президентом Владимиром Путиным отремонтируют спортивные залы в 10 районах области. Перечень школ на ваших экранах. Добавлю, что ремонтные работы проведут еще в 50 образовательных учреждениях. В школах и детских садах заменят крыши и окна. А учреждения в Новопокровке, Колоссовском, Любинском и Муромцевском районах капитально отремонтируют. В Богословской школе Омского района эти работы уже начались. Больше не приговор. В России отмечают Всемирный день борьбы против рака. Это страшное заболевание ежегодно диагностируют у миллионов человек по всему миру. При этом большая часть из них выздоравливает или уходит в долгосрочную ремиссию. Обязательное условие такого успеха – ранняя диагностика и позитивный настрой пациента. Какие современные методики, доступные мечам – наш материал. Четыре года назад Виктории Серовой поставили неутешительный диагноз – рак кишечника. Женщина пережила несколько операций, шесть химиотерапий и 25 облучений. Я стала уже мыслить по-другому. Стала как-то приспосабливаться к своей болезни. И подумала, что с этим надо жить и надо бороться. Начала изучать литературу, начала информацию черпать. Ежедневно рак убивает 27 тысяч человек, данные Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на страшные, казалось бы, цифры, по статистике большая часть онкологических пациентов полностью выздоравливает или уходит в долгосрочную ремиссию. Благодаря лечению и вере в себя, Виктория тоже смогла побороть болезнь. Для того, чтобы вдохновлять других, она выучилась на равного консультанта. Это человек, прошедший путь полного выздоровления, который помогает пациентам с похожей историей. Сделан такой стенд для того, чтобы люди, которые приходят сюда в онкодиспансер, получали информацию. Я этих людей некоторых знаю. Каждый год врачи модернизируют систему лечения. Появляются новые методики и оборудование. Можем выполнять исследования такие же, как в наших ведущих онкологических центрах. Не уступаем им. Наши специалисты также постоянно проходят обучение и дистанционное, и обучение на местах. Поэтому по всем стандартам и клиническим рекомендациям мы можем выполнять исследования. В рамках нацпроекта здравоохранения, инициированного Владимиром Путиным, медицинский технопарк в регионе значительно обновился. Тут и новый томограф, и аппарат для подготовки к лучевой терапии. Например, последний может делать высокоточные снимки, по которым врачи и радиотерапевты строят индивидуальный план лечения для каждого пациента. У него грузоподъемность стола 227 килограммов и апертура гентриев больше, чем у обычного аппарата компьютерной томографии. Это позволяет нам брать пациентов с большой массой тела для исследования. Обновляются не только специализированные центры, но и городские поликлиники. В учреждение номер 6 по программе модернизации первичного звена здравоохранения поступил новый флюорограф. Новый аппарат цифровой, в отличие от аналогового, с минимальной лучевой нагрузкой на организм человека. Снимок моментально отображается на экране, и врач уже может поставить предварительный диагноз. Но все же главное правило в онкологии – чем раньше заболевание диагностировать, тем проще и быстрее его лечить. Поэтому диспансеризации лучше не пренебрегать. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства. Анна Укинец, Валентина Шемякина, Дмитрий Алтыгерченко, Сергей Гаврилов, 12 канал. В Омск с рабочим визитом прилетел глава Роскосмоса Юрий Борисов. Вместе с губернатором Виталием Хаценко он посетил производственное объединение «Полет». Побывали в цехах, где производится знаменитая ракета «Ангара». Ознакомились с ходом выполнения производственных программ и встретились с коллективом. Лучшим работникам вручили награды. Юрий Борисов выразил надежду, что через год-полтора на предприятии завершится реконструкция, и оно выйдет на максимальную проектную мощность. И как подчеркнул Виталий Хаценко, от труда работников «Полета» зависит успешное решение задач по сохранению лидерства страны на космическом рынке. Глава Роскосмоса и губернатор также обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве, в рамках которого области госкорпорации вместе работают над социальными и образовательными программами. В частности, Роскосмос взял шефство над новой школой, которая в этом году откроется на Космическом проспекте в рамках нацпроекта образования. Бесплатная юридическая помощь и забота о старшем поколении. В рамках проекта «Россия. Моя страна» в районы продолжает выезжать команда президента. Это целый десант специалистов, врачи, депутаты, волонтеры, спортсмены. Сегодня мероприятия прошли в Знаменском районе. Какую поддержку получили люди и куда команда президента отправится в следующий раз в репортажи наших корреспондентов. Маленький Артем больше всех скучает по папе. В силу возраста, ему всего один годик, он видел отца меньше, чем остальные члены большой семьи. Старший лейтенант Сергей Рыжевский сейчас в зоне проведения спецоперации. Жителя Знаменки призвали в рамках мобилизации. У нас родился ребенок, и через полтора месяца папу мы забрали, мобилизовали. Сейчас он находится в Херсонской области, в поселке Крынки. Жена Алена с тремя детьми получает все меры поддержки, которые поручил оказывать семьям участников СВО глава государства Владимир Путин. Но некоторым помощь волонтеров Народного фронта из команды президента все-таки необходима. Наша сейчас задача максимально посетить семьи, рассказать о возможностях, рассказать о поддержке, которую может оказать Общероссийский народный фронт. И тогда уже комплексно выходить, решать какие-то вопросы. Потому что там есть и юристы, и ребята, которые помогают. Немало вопросов местные жители задают и депутату Заксобрания Марату Адырбаеву. Хорошая новость сегодня для директора школы и учеников из села Качуково. У меня был вопрос по поводу окон, которые у нас не все пластиковые в школе нашей. Очень холодно в некоторых кабинетах. И сегодня нам дали положительный ответ. О проблемах селян Марат Адырбаев знает не понаслышке. В районы выезжает регулярно. И каждый решенный вопрос считает настоящей победой. Я как маленький ребенок, получая положительный результат, я радуюсь и думаю, мы начали сделать такое дело, большой людям помог, и у меня, знаете, на душе приятно. Сегодня на встречу с членами команды президента приходят не только жители райцентра. Татьяна Тиханович из села Новоягодное. Одна воспитывает девятерых детей. У четырехлетнего сына Ивана патология стоп. Ездить к ортопеду в Омск возможность есть далеко не всегда. От Знаменки даже мы живем 60 километров. Это за иртышом, к тому же. Удобно, что когда приезжают врачи сюда. Вот с Омска приезжают сюда врачи, можно приехать. Сегодня маленькому Ване омский ортопед назначил новое лечение, которого в семье обязательно будут придерживаться. Вообще, с командой президента в Знаменку приехала бригада почти из десятка узких специалистов. Для заместителя глав врача онкодиспансера только с начала года. Это уже третья поездка. Бригады специалистов, выезжающих в муниципальный район Омской области, подбираются из числа врачей, которые уже имеют какой-то определенный опыт работы в своей отрасли. Конечно, это грамотные специалисты с опытом. Ну а бойцов снежного десанта сегодня встречают с настоящим сибирским гостеприимством. Спасибо, что вы пришли. Я вас очень-очень ждала. Нине Михайловне Шарыповой, 77, живет одна и управляться с таким количеством выпавшего в этом году снега пенсионерка просто не в состоянии. У меня у самого есть бабушка, она в деревне, я вот к ней часто езжу дома кидать, снег чуть-чуть почистить. Все равно есть одинокие пенсионеры, которым некому помочь. И поэтому это хорошо, что есть такие молодые ребята, которые в субботное от учебы время или там может быть даже чуть-чуть в ущерб учебе едут и помогают этим пенсионерам, чтобы они не оставались одни. Согревали сегодня жители Омского Севера и искусством. В рамках проекта «Россия – моя страна» команда президента привезла с собой двухчасовую концертную программу. Ну а после отправилась дальше, впереди новые районы и новые задачи, которые нужно решать. Константин Лондон, Дмитрий Хромцов, 12 канал. На одну световую инсталляцию больше, а мечам показали, как будет выглядеть подсветка Ленинградского моста. На примере первого пролета специалисты проверили качество смонтированного оборудования и проспределения света. Однако светодиодная лента появится не только на пролетах моста, но и на опорах. В мэрии рассказали, в предварительных сценариях архитектурной подсветки вошло больше 20 вариантов. Повседневный, праздничный, новогодний. По особым случаям – ко Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, на День Победы, День Города, День России. У каждого решения несколько цветовых сочетаний. Есть возможность выбора динамики и скорости свечения. Напомню, капитальный ремонт Ленинградского моста продолжится до 31 мая. Когда музыка вне политики, в Омске проходит Международный фестиваль солидарности с Россией. Деятели культуры единством сильны. На сцену вышли всемирно известный итальянский тенор Лука Миннелли, музыканты из Китая и Великобритании, а также солисты Омской филармонии. Главная цель проекта – объединить представителей культуры и общественных деятелей из разных стран мира для выражения солидарности с Россией. Чем зарубежные исполнители покорили сердца омского зрителя в нашем материале. Золотой голос Венеции на сцене Омской филармонии. Лука Миннелли говорит, выступать в России уже давно стало доброй традицией. В великой стране итальянский артист уже в 30-й раз. Для меня Россия – лучшая страна на свете. Здесь, так же, как и в Италии, много времени уделяется истории, культуре, музыке. Люди с удовольствием слушают и понимают оперу. Я люблю русский народ. А знаменитый шотландский волынщик Джимми Макрей покорил сердца омичей еще в ноябре. Он выступал вместе с омским русским народным хором. Совсем недавно музыкант столкнулся с непониманием. Одно из изданий опубликовало статью, где артиста обвинили в том, что он выступает в России. Но сам Джимми – человек твердых принципов. Этот репортер показал пример ужасной журналистики. Я не нарушал законы, я всего лишь играю на волынке и навожу мосты культуры между Россией и моей страной. Потому что мы едины. Мы должны держаться вместе. Я очень тронут такой заботой о себе от жителей России. Я восхищен вашим народом. На Международном фестивале солидарности с Россией единством сильны выступают и артисты из Китая. Для Дин Яо нет даже языковых барьеров. Девушка училась в Москве и практически в совершенстве владеет русским. Было советы союза Китая и Россия. Было очень хорошее отношение. Моя мама говорила, что Россия как старший брат. Нам много помогало в разных направлениях. Очаровывает публику и омский симфонический оркестр под руководством Олега Романова. В программу вошли популярные произведения русских, итальянских, немецких и китайских композиторов. Единство – это всегда сила, потому что только сплотившись, только объединившись, можно всегда что-то победить, можно прийти к какой-то цели. Искусство всегда объединяло людей, независимо от их национальности, от их географической расположенности. Зрители в восторге. Говорят, от такой музыки даже душа поет. Сыграли то, что мы давно не слышим ни у кого, что очень редко классические произведения, которые очень известны, редко исполняются. Поэтому такая ностальгия, так чудесно, такое настроение воздушное. Фестиваль проходит не только в регионах, но и в сельских поселениях. Зарубежные исполнители проехали от Калининграда до Хабаровска, чтобы показать, что искусство действительно не имеет границ. В нашем регионе фестиваль продлится до 4 февраля, поэтому у амичей и жителей области еще есть возможность проникнуться музыкой. Ангелина Рунова, Анна Лукинец, Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. И вот какие материалы мы покажем во второй части программы. Оставайтесь с нами. Создал невыносимые условия для жизни подопечных ради лайков и просмотров. Я так поняла, что он ютубер какой-то. У него были планы, я создаю вселенную кошек. Горе-блогер бросил три десятка породистых кошек в грязном подвале. Путешествие в будущую профессию или побывать там, где не ступала нога обычного человека. В Омске заработает промышленный туризм. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Если радио, то максимум. 105 FM в Омске. Смертельная авария с участием большегруза произошла сегодня на Москаленской трассе. Удар был такой силы, что многотонная фура улетела в кювет. По предварительным данным госавтоинспекции, 72-летний водитель легковушки не справился с управлением. Машину выбросила навстречку, и она на полной скорости врезалась в грузовик. 41-летний водитель фуры не пострадал, а вот пенсионер погиб на месте до приезда врачей. Сейчас силовики выясняют обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Неудавшийся стартап. Омским волонтерам пришлось спасать три десятка бенгальских котов. Бросил их горе-блогер. Начинающий предприниматель мечтал создать так называемую империю кошек и сдавать родственников леопарда в аренду для фотосессии. Впрочем, реализовать задуманное не удалось. Возникли проблемы с помещением, и несостоявшийся бизнесмен испарился. Юлия Думанова продолжит. Штукатурка обвалилась, стены грязные. Именно в таких спартанских условиях содержались кошки элитной породы. 27 животных ютились в маленьком подвале. На полу река затхала воды, поэтому в основном передвигались по навесам. Вода, да, снизу вон поступает, циркулирует. Эти кадры наша съемочная группа сделала два месяца назад. Тогда помещение, где содержались интеллигентные бенгалы, еще и затопило. Так уверял их хозяин, блогер-заботчик. И вот спустя время животных и вовсе пришлось спасать. Они остались одни, заперты в этом самом подвале. Далеко собралась, красотка? Ольга – волонтер. Именно она спасла животных. Говорит, блогер ей рассказывал, якобы собственник помещения расторг с ним договор. Из-за жалоб соседей на запах. Освобождать подвал нужно было срочно, поэтому с животными он решил распрощаться. То помещение, где они содержались, я вообще не понимаю, как там можно жить, как там можно содержать. Я так поняла, что он ютубер какой-то. У него были планы. Я создаю вселенную кошек. Ко мне будут приезжать миллионеры, сфотографироваться с моими кошками. Бенгальские коты – ближайшие родственники леопардов. Причудливые узоры роднят с дикими сородичами. Выведена порода в 70-х. Цена может достигать нескольких десятков тысяч. Но в итоге эти элитные животные оказались никому не нужны. От своих планов создать империю кошек, прославиться и заработать миллионы, блогер отказался. Ольга говорит, их состояние сейчас оставляет желать лучшего. Сказались условия содержания. Шерсть лезет, перхоть, когти не стрижены. От паразитов кошки не обработаны однозначно. Грушной клещ, который вяло так перетекает, ватит. Волонтеры спасли 27 бенгалов. Впрочем, их уже стало больше. У одной из кошек пополнение. Две девочки было, одна осталась. Ребятишки слабенькие. Бенгалы энергичные, активные и игривые. Но с характером. А эти кошки и вовсе к людям не привыкли. Некоторые даже не даются в руки. Впрочем, желающих взять породистых питомцев от этого меньше не становится. 18 уже пристроили. Остальным ищут хозяев. Отдадут только в добрые руки. Волонтеры говорят, после будут следить за судьбой. Ведь бенгалы и так настрадались. Юлия Думанова, Павел Манжос, 12 канал. В Омске усилят уборку снега. Такое распоряжение отдал мэр Сергей Шелест. Работать специалисты продолжат в круглосуточном режиме. По ночам очищать центральные магистрали. Днем вывозить снег. Устранять колейность. Заниматься очисткой остановок, тротуаров и подходов к пешеходным переходам. Работы на контроле заместителя мэра Евгения Фомина. Привлекли в Омске и дополнительную технику. От снега и наледи очищают в межквартальные и междворовые проезды. И в ближайшие дни работы только прибавятся. Синомтики пообещали обильный снегопад. Уже в выходные регион накроет циклон. Столбики термометров поднимутся до минус семи. И такая погода задержится минимум на неделю. Сегодня в наш регион с рабочим визитом прибыл депутат Госдумы Александр Емесков. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам побывал у волонтеров, которые помогают бойцам СВО. Группа «Омские кикиморки» единственные в стране делают многофункциональные маскировочные костюмы «Лешики». Репортаж Натальи Змаги. Полторы тысячи уникальных маскировочных костюмов за год. Более 170 штук в месяц. Ручная работа омских кикиморок впечатляет всю Россию. Слова благодарности в адрес мастерит звучат от депутата Госдумы Александра Ремескова. Я хочу сказать, что вы действительно прославились на всю страну. Стали лауреатами всероссийского конкурса волонтеров, тех, кто занимается поддержкой наших бойцов. Александр Ремесков поддерживает волонтерские движения в помощь бойцам. Привез амичкам четыре рулона мешковины. Она здесь большая ценность. Материала хватит на февраль. Ткань распускают буквально по ниточкам. Их участницы группы называют между собой патронами. Это основа для будущих костюмов лешиков, которые при необходимости трансформируются во что угодно. Это изделие может использоваться многофункционально. Как индивидуальная защита. Также может снайпер сделать себе укрытие, лёшку. В какой-то период можно... Очень прочная каптонная сетка. Её можно использовать для переноса каких-то изделий. Первый образец Любовь Давыдова сплела в гараже. Сейчас волонтерское движение набирает обороты. В скромной табличке учёта на двери колоссальный рост объёмов производства. Это очень важное дело, что вы делаете. Но эту табличку просто надо в музей уже куда-то отправлять, потому что это то, что называется, вы куёте нашу победу. Каждое маскировочное изделие женщины разрабатывают с учётом пожеланий бойцов. Чтобы было удобно. Придумали даже специальные рюкзаки для хранения. Помимо вот таких костюмов лешего, омские кикиморки придумали совушек. Действительно, накидка напоминает размах крыльев. Можно оперативно набросить и замаскироваться. Вопросы оказания адресной поддержки семьям бойцов СВО первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам обсудил также на личном приёме граждан. Сразу после встречи с первым заместителем председателя правительства Омской области Дмитрием Ушаковым обсудили важные экономические аспекты, в том числе и распределение федеральных дотаций для нашего региона. Были подняты серьёзные вопросы о различных аспектах формирования бюджета в Омской области в составе бюджета страны. И те средства, которые идут из федерального бюджета, и программные, и те, которые идут как трансферты, мы как раз это и обсудили. Также в ходе встречи Александр Ремесков отметил важность создания парламентского клуба, членами которого стали народные избранники от региона. Он был образован по инициативе губернатора Виталия Хаценко. Это позволяет работать более эффективно и слаженно. Наталья Змага, Виктор Осинцев, 12 канал. Путешествие, которое поможет определиться с профессией. В Омской области появятся новые экскурсионные маршруты на промышленные предприятия региона. Сегодня состоялась первая стратегическая сессия команды «Открытая промышленность». Участники, представители органов исполнительной власти и муниципалитетов, специалисты промышленных предприятий, научных объединений, а также гиды и экскурсоводы. Эксперты обсудили этапы запуска промышленного туризма в регионе, определили цели и задачи участников экосистемы промтуризма. Итогом совместной работы станут новые индустриальные маршруты, программы стажировок для студентов, экологические и другие проекты, способные привлечь не только туристов, но и инвесторов в Омскую область. Первый промышленный маршрут презентуют уже 29 февраля. Его оценят гости из 10 регионов России. «Нам дают возможность улучшить качество проведения экскурсий, улучшить впечатление школьников и студентов от экскурсий, увеличить привлекательность производства, промышленного производства, пищевой промышленности, нефтехимической промышленности, через показ того лучшего, что есть в оборудовании, технологиях». «Была поставлена задача сделать все, чтобы регион стал узнаваемым для инвесторов, чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона. Одним из механизмов, который влияет на узнаваемость региона, это запуск так называемых промышленных туристических маршрутов. Данный механизм позволяет, прежде всего, приглашать гостей и показывать наше предприятие». Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра, 3 февраля. В Омске переменная облачность без осадков. В ночное время 18-20 градусов ниже нуля. Днем минус 14, минус 16. В районах облачно ночью 20-22 со знаком минус. Дневная температура до минус 19. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. До встречи на 12-м канале. Субтитры подогнал «Симон»